Ирина Лыкова, уроженка хосты, себя называет патриотом в первую очередь своего района, поэтому и шефство взяла над всеми девятью школами хостинского района. Педагог по призванию, она и на пенсии с удовольствием работает с детьми, делая акцент на военно-патриотическое воспитание. Ее активная позиция не позволяет игнорировать и старожилов хосты. Чтобы быть полезной, пенсионерка вступила в совет ветеранов. Для сверстников местная активистка проводит различные мероприятия и праздники. В основном на базе районной библиотеки. Здесь особенно приятно слушать, а кому-то и читать стихи собственного сочинения. Ради того, чтобы продолжить жизнь нашим ветеранам, они очень отзывчивые, сердечные. Я соберу воспоминания вокруг каждой семьи, которые они представляют. И, конечно, мы совместно с музеем «Историю хосты» с методистом Владимиром Владимировичем Кельманом снимаем фильмы о наших ветеранах. Да, в нашей копилке уже пять таких фильмов. Они вот демонстрируются периодически, когда мы собираемся в музей «Историю хосты». Что я делаю людям и получаю взамен. Вот это меня стимулирует. Творческие вечера, экскурсии, познавательные лекции в музеях, работа в территориальном общественном самоуправлении. Дел для пожилых людей в городе масса, утверждает Ирина Лыкова. Ей призывает их присоединяться. У нас и волонтерская работа прекрасная, у нас и ветеранское движение прекрасное, у нас много активистов. Нельзя замыкаться, понимаете. Я вот, например, очень многих вытянула из дома. И они загорелись этой работой. На самом деле загорелись этой работой. Они поняли, что не только есть домашние заботы, какие-то проблемы домашние, но еще надо вот такую активную гражданскую позицию вести. То есть приносить пользу для нашего города, для нашего края, для нашей России. Пожилые хостинцы Ирину Ивановну уважают и благодарят за то, что у них действительно есть повод выйти из дома. А местная поэтесса посвятила Лыковой стих. Сама Алла Кубаидзе тоже при деле. Пенсионерка свой серебряный возраст решила посвятить общению с молодежью. У меня даже в Москве шесть подшипных школ. Дети ждут стихов. Возраст. Возраст – это главное. Прислушиваются к возрасту. И это большое счастье. Это настолько важно, когда взрослых почитают за их мудрость. Потому что мудрости у них много. И вот если они берут нас поводыри, я считаю, слава Богу, хочется сделать больше, больше, больше. Для желающих делать больше в городе стартует социальный проект «Активное долголетие». В его рамках, а также в рамках декады пожилого человека, сочинцам еще раз напомнят, что горожане серебряного возраста в Сочи в первую очередь занимаются спортом. 5 октября в 10 утра мы приглашаем всех к летнему театру на большой такой мастер-класс по скандинавской ходьбе специально для пожилых людей. Это информационные окна, с консультациями по каким-то вопросам, которые возникают у пожилых людей. Более того, это площадка, где можно будет делиться опытом. Это и просмотр кинофильмов и их обсуждения, и какие-то литературные гостиные, и поэтические балконы, где снова и участниками, и часто такими идейными вдохновителями являются люди, скажем так, люди серебряного возраста. То есть все те площадки, которые будут выбраны пожилыми людьми, которые будут им интересны, и где они найдут для себя место самореализации, они будут работать всегда. Творческие сочинцы пожилого возраста смогут проявить себя уже завтра. 3 октября состоится торжественный прием мэра города, посвященный Дню пожилого человека, и концертная программа, участниками которой станут пожилые горожане. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.